Корейцы стали заводевывать высокие позиции в мире в разных областях. Косметика, фильмы, сериалы, певцы, певицы, и пусть из этого огромного списка близка мне только косметика, потому что с остальным я не знакома, мне пришла идея разобраться в корейском стиле в одежде и выяснить, насколько сейчас популярна мода по-корейски и оказывает ли она какое-то влияние на мировую моду. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и это полюбившаяся вам рубрика о моде и стиле в одежде разных стран. В ближайшие минуты мы проанализируем с вами корейскую моду, выявим какие-то ключевые особенности в ее стиле и, возможно, узнаем что-то интересное о корейской красоте в целом. У меня на канале вы можете найти предыдущие серии данной рубрики, я уже обозревала моду по-французски, моду по-итальянски, ссылки на эти видео вы найдете в описании. А также пишите в комментарии, какой стиль мне обозревать следующим. Пожалуй, перед тем, как начать мои какие-либо рассуждения на сегодняшнюю тему, я должна сказать следующее. Во всем мире люди одеваются в одежду, одежду разных брендов, где в процентном соотношении между всемирно известными и местными лейблами большую власть имеют, конечно же, популярное, что логично. Отсюда вытекает следующее. Если всемирно известные бренды существуют в различных городах, они все равно пропагандируют свое ДНК, свое видение и так далее, а уже местные выбирают из предложенного что-то свое. И этот выбор совершается посредством соединения в одно целое модной осведомленности, местных традиций взглядов, материальных возможностей и менталитета. Другими словами, в одном и том же магазине одна девушка пройдет мимо красного платья, по своим соображениям, а другая только его и купит. К чему это ты, Юля? К тому, что как бы всемирная мода не завоевывала свое место под солнцем, стиль разных народов складывался годами. На него влияли события, которые происходили на их землях, были экономические и политические вмешательства, а также неоспоримое влияние было оказано понятием красоты в целом. Поэтому для того, чтобы проанализировать стиль конкретного народа, нужно посмотреть на него через призму, так сказать. Ну и для того, чтобы выявить стиль по-корейски, нужно разобраться и понять, что для кореянок является красивым. Для представителей Южной Кореи красота играет очень важную роль, наверное, даже более важную, чем для европейцев и американцев. Они уверены, что успешность женщины и ее шансы на хороший брак и на высокооплачиваемую работу напрямую зависит от того, как она выглядит. Именно конкуренция толкает их на достижение высоких результатов во всем, и в работе, и внешности. Они всегда стараются соответствовать. Поэтому многие родители даже поощряют желание детей сделать себе изменения. Они не хотят, чтобы их дети выглядели менее красивыми, чем окружающие. Кстати, для уроженок Южной Кореи вовсе не шок, что при приеме на работу работодатель может уточнить, например, вес и рост, и спросить, не считает ли девушка, что ей стоит похудеть. Или уточнить, не собирается ли девушка делать изменения, например, носа. Трудно представить подобную ситуацию в любой другой стране. Большинство азиаток от рождения не имеют складок на веки. Наличие складки делает среднестатистическую кореянку гораздо более привлекательной в глазах окружающих. По статистике, порядка 80% населения Кореи младше 35 лет делали себе операцию на двойное веко. Большие и наивные глаза считаются самыми красивыми. Брови должны быть прямыми и яркими. Такая форма бровей делает лицо более наивным и милым. У большинства кореянок не сильно выделяются брови, именно поэтому иногда их не выщипывают, просто причесывают и подкрашивают. Большинство азиатов от рождения имеют круглое лицо с широкими скулами. Соответственно, привлекательными считаются овальные лица с узким подбородком. Относительно недавно появилась процедура так называемой V-Line хирургии. Эта операция придает лицу хрупкость и детскую беззащитность, но она является очень болезненной. Реабилитация занимает 5-6 месяцев, однако опасность и физическая боль рассматриваются кореянками, как не столь большая плата для того, чтобы быть довольным собой. Классический азиатский носик – это довольно широкий, с низкопосаженной переносицей, но сейчас в моде более европейские носы тонкие, изящные, с высокой переносицей, поэтому тут тоже бывают разного рода вмешательства. Кожа кореянки должна быть белой, гладкой, чистой и сияющей. Этот пункт даже важнее всех предыдущих. Иметь плохую кожу – признак дурного тона, низкого социального статуса, а зачастую это воспринимают как неуважение к собеседнику. Корнями стремление это уходит в давние времена, когда богатые не должны были работать в поле, и поэтому не загорали и от угревой цепи не страдали. А бедные работали в полях, от солнца их кожа покрывалась загаром, от грязи появлялись угри. Поэтому корейская косметика так популярна в последнее время, она действительно помогает держать кожу чистой. Существует и много отбеливающих кремов, европейцы такими средствами убирают пигментные пятна. Волосы девушки здесь носят длинные, каких угодно цветов, но только не черные. Хотя и такое тоже бывает. В Южной Корее в моде стройность. Не просто стройность, а даже худощавость. Полными здесь считаются все, кто носит размеры больше 42-го, то есть российские и европейские М для Кореи уже не формат. Спортивные тела также не в моде, кореянка должна быть очень-очень худа. Что вы думаете по поводу этого всего? Пишите в комментариях. Как по мне, тенденция вот эта вот по улучшению себя массового характера пришла к нам из Кореи. Понимая такие вот особенности, выявляется принцип стиля по-корейски. Показать, что каждая женщина мила и привлекательна. Ну и теперь, я думаю, мы без труда поймем с вами особенности в стиле одежды кореянок. Возможно, после услышанного вас и не удивит самая первая отличительная и самая узнаваемая черта в стиле по-корейски. Большие глаза, точеный подбородок, мраморная кожа, тонкая фигура – все это часто достигается огромными усилиями. Поэтому неудивительно, что после эти моменты так желанно демонстрируются в гиперболизированном смысле. Отсюда эти образы в коротких юбках и в складку и без, в макияже со светлой кожей и розовыми или персиковыми румянами. Нас, европейцев, корейская мода учит тому, что даже в строгом образе всегда найдется место милой детали. Выбирайте офисную юбку и блузку, пусть она будет с кукольным и женственным воротничком. Подбирайте образ так, чтобы выглядеть трогательно. Особым образом дело в корейской моде обстоит с направлением в стиле, которое раньше называлось «Лолита». Сегодня оно приобрело более расслабленные черты и перешло в своеобразную прибячливость. Это и трогательные рисунки с динозаврами или домашними животными на одежде, элементы стиля «Гаврош» и эстетика персонажей фильмов «Катюн». Про здоровую кожу мы с вами уже говорили. Девушки и парни корейского происхождения крайне дисциплинированы и обязательны. Они всегда очищают лицо в конце дня. Таким образом, начиная с подросткового возраста, знакомиться с косметическими процедурами. Корейцы не останавливают процессы старения в будущем, а препятствуют им с молодости. Здесь снова уместно вспомнить. Быть ухоженным – это уважать собеседника окружения. Добиваются ухоженности корейцы различными способами, но никак не макияжем. К слову макияжа. Главная особенность корейского макияжа – это идеальная будто фарфоровая кожа. Однако, эта характеристика подходит для любого азиатского классического образа. Отличие же кореянок в том, что у них в почете слегка влажный эффект, который создает впечатление прозрачной кожи. Сочетание несочетаемых принтов, оттенков, фактур и форм – все это привнесли в мир моды смелые модницы и модники из Кореи. Предпочтения у кореянок как светлые, так и темные, как спокойные, так и яркие цвета. Но предпочтения они отдают сложным оттенкам, и чем больше они напоминают природные, тем лучше. Цвет мокрого песка, цвет мокрой зелени или утреннего неба – чем сложнее цвет одежды, тем лучше. Часто в местных магазинах одежды в Азии можно заметить тенденцию на лаконичные фасоны. Незамысловатый крой или нейтральные цвета, но если присмотреться, их стремление к минимализму – это скорее про комфорт, а не про простоту от слова «дешево». Так и кореянки, если выбирают образ в стиле минимализм, это часто натуральные ткани, хлопок, лен, сложные натуральные цвета, и всегда будет какая-то деталь, типа пряжки на ремне, выбора фасона обуви, которая зацепит взгляд прохожего. Вот вам подборка корейского минимализма. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, на ваш взгляд, эти образы минималистичны или, скорее, очень простые? Тут есть тонкая грань между этими двумя понятиями. Я считаю, что корейский минимализм выглядит больше уютно, чем просто. Если у вас другое мнение, советую посмотреть вам вот это вот видео, в котором я объясняю минимализм в различных сферах простым языком. Кореянки любят экспериментировать с головными уборами. Они часто без острых углов и жестких каркасов. Береты, кепки, шляпы, панамы. Любовь к головным уборам я могу обусловить стремлением девушек иметь светлую кожу. А как вы считаете? Напишите в комментариях. Наверное, эта тенденция пришла к нам из Кореи. Кореянки обожают подчеркивать свою хрупкость и тонкость, которую так ценят. А объемные свитера, футболки, безусловно, это подчеркивают. Также они не носят слишком узкие джинсы и брюки. Обратите внимание на фасоны, которые они предпочитают. Либо прямой силуэт, либо слегка расклешенный. А если из-под джинс видна хрупкая щиколотка, это делает девушку еще более миниатюрной. Комфорт. Этим правилом руководствуется практически весь мир. Неудивительно, что корейские модницы, любительницы размеренности и плавности, отдают предпочтение плоскому ходу, уютному оверсайзу и удобной многослойности. Встретить девушку на высокой шпильке почти невозможно. Зато кеды, ботинки и мюли на модном и практичном каблучке kittenhill повсеместно. Все джинсы, брюки, юбки на завышенной талии. Если кореянка в образе использует оверсайз, она компенсирует его акцентом на талии. Это отличительная черта корейского стиля для девушек. Да-да, именно многоэтажные образы выглядят эпатажно и очень ярко. Но фундамент корейского стиля – мягкое сочетание природных фактур и оттенков, игра длин и объемов. Миниатюрный рост и изящность фигуры подчеркиваются контрастной многослойностью. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, достаточно информативное, не слишком длинное. Хоть я и пыталась укоротить, получилось, как видите. Напишите в комментариях, что думаете по поводу отношения кореянок к изменениям во внешности, а также, как вам понравились мои топ-10 особенностей в моде по-корейски. Всем хорошего настроения и пока-пока!